Армянские солдаты и добровольцы в Зенгизурии живут в нечеловеческих условиях. Хотя у российских миротворцев даже собаки живут в люксовых условиях. Об этом в беседе с агентством Хайлур рассказал Масис, рабочий с военностроительной площадки. Будки, которые российские миротворцы строят для своих четвероногих помощников, стоят больше тысячи долларов. Масис задается вопросом, почему Министерство обороны Армении тратит на своих военнослужащих намного меньше, чем российская армия на своих собак. Нашим солдатам приходится жить в старых автобусах и в бункерах, спать под дождем на тряпках. С ума можно сойти от этого. Пойдемте вместе посмотрим, в каких условиях им приходится жить. Во время войны для солдат нужно было построить траншеи и землянки, чтобы им было где обогреться. Посмотрите, в каких ужасных условиях остаются наши солдаты. Здесь даже собаку нельзя содержать. Даже она не сможет существовать в этих нечеловеческих условиях. Власти должны понимать, что будущее нашей страны зависит от охраны наших границ, и поэтому должны создать хорошие условия для своих солдат. Масис отмечает, что Министерство обороны Армении даже не пытается скрыть катастрофическое состояние, в котором находятся пограничные военные посты. Солдаты и добровольцы спят на ржавых кроватях или на голом полу. А ведь именно они защищают наши границы от внешнего вмешательства, отмечает армянский строитель. Он обращает внимание на то, что плачевное состояние границы свидетельствует о таком же состоянии страны. Мы не хотим уходить из нашего села. Власти должны создать для нас все условия. Мы должны чувствовать себя в безопасности. Должны знать, что у нас есть будущее. Посмотрите, там наверху находятся турки. У них созданы где-то 10 пограничных постов. А вот чуть дальше находится наш пост. Однако там находятся и армянский, и российский флаг. Не могу понять, это наш пограничный пост или российский. Президент Азербайджана Ильхам Али в каждый раз посещает Карабах. Он там уже даже строит ГЭС. Однако наши власти ни разу не посетили Карабах. Не поинтересовались состоянием людей, проживающих здесь. Министр обороны без охраны даже в ресторан не ходит. Думаю, что спустя два года посадят в тюрьму тех, кто участвовал в Карабахской войне. У нас нет будущего. Они разрушили нашу страну. У нас нет будущего. Они разрушили нашу страну. Но, как мы видим, национальная армия Армении уже находилась в плачевном состоянии. До такого состояния ее довели бывшие представители власти Роберт Кочарян и Сер Сарксян. В годы их президентства в армянской армии царила дедовщина, коррупция, убийство, безнаказанность и воровство. Один из генералов армии Мамель Григориан обворовывал Министерство обороны на протяжении долгих лет. Он присваивал все, что мог. Не гнущался даже отбирать еду у солдат, тушенки и пайки. Поэтому неудивительно, что армянская армия потерпела сокрушительное поражение во Второй Карабахской войне.